Помолвочная ночь Айшен и Саваша. Саваш злится, потому что фотография Айшен была использована в качестве рекламного лица сериала «Ностальгия», и он знает, что человеком, которого он будет привлекать к ответственности, является его мать Рязан. Узнав Рязаном большую тайну, он восстает против Саваша и показывает эту правду ему в лицо. Даже эта ситуация не сможет остановить Саваша, который узнает, что Айшен – дочь Атыкатипоглу. Иата и Рязан начинают думать, что они смогут помешать этому браку. Фатих понимает, что у него нет другого выбора, кроме как согласиться. Фериди оценивает предложение Айшен о работе и начинает работать в Кайсере. Дверь в другой мир открывается для Фериди, узнает, что Айшен является гарантом банка для Саваша, и возлагает вину на Саваша. Но пройдет немного времени, и Ата поймет, что совершил большую ошибку. Хотя эта ситуация делает Саваша более ценным в глазах Айшен, она нарушает баланс между Айшен и Атой, а вечер помолвки Саваша наполнен моментами, которые никто не мог предсказать. Однако скрытые факты содержат и другие тайны. Рязан, самое большое препятствие для брака, попытка самоубийства Фериди приводит к краху семьи Кати Поглу, особенно Аты. Страх Аты потерять дочь ставит его между решением, которое он категорически отвергает, и дочерью. Настойчивость Саваша в своем решении жениться на Айшен мотивирует Рязана. Рязан воспользуется своей властью в холдинге «Атаман», чтобы заставить Саваша заплатить высокую цену за сделанный им выбор. Этот шаг Рязана доведет связь между матерью и сыном, которая и без того была не очень прочной, до точки разрыва. Понимая, что он полностью потерял Айшен, Фатих, с одной стороны, страдает от боли любви, на которую невозможно ответить взаимностью, а с другой стороны, считает, что намерения Саваша все еще не добрые, и Рязан пытается включить в него Неслихан. Обезумевший от ревности в своих планах. Неслихан становится очень лишительной, и у нее нет другого выбора, кроме как помешать браку. Большая тайна, которую узнает Рязан, еще раз проверит любовь Саваша и Айшен. Предложение руки и сердца Саваша Айшен. Айшен принимает предложение Саваша о любви на всю жизнь. Известие о свадьбе вызовет голоса протеста как у Катипагуллары, так и у отаманов, и глубоко потрясет обе семьи. Фатих, который думает, что Савас похитил Айшен, теперь находит в себе силы противостоять Савасу. Двое друзей встречаются лицом к лицу ради любимой женщины и вступают на путь, с которого может не быть возврата. Непоколебимая дружба Саваша и Фатиха начинает давать трещину. У Аты Катипаглу проблемы не только с Айшен, но и с его семьей. Ощущая себя застрявшим, господин Ата не знает, что делать, возможно, впервые. Несмотря на все возражения, Айшен и Саваш не отказываются от своего решения о браке и начинают подготовку. Хоть Неслихан и пытается сдержать разгорающуюся с каждым днем страсть к мести и ревности, ей это не удастся. Семья Катипаглу, чьи корни уходят корнями во дворец, испытывает трудности в финансовом отношении. Ата Катипаглу по прозвищу Сарайлы Бей, унаследовавший ювелирную профессию от своих предков, вынужден выставить на продажу особняк, в котором семья проживает уже два столетия. Его жена Юфтаде и дочь Фериде, которые вот-вот потеряют свой статус, очень недовольны такой ситуацией. На особняк появляется неожиданный и удивительный покупатель. Молодая, красивая и миллионерша Айшен, которая никогда в жизни не видела ничего другого, кроме дома с виноградником в Кайсере, поселяется в особняке как сегодняшний придворный. Хотя все будут шокированы, когда Ялин таким образом перейдет из рук в руки, жизнь каждого изменится с Айшен. Великая любовь Аты и Асумана выходит на поверхность из скрытого прошлого. Конфронтация Айшен с фактами влияет на ее отношения с Атой. Пока Ата пытается объясниться с Айшен, он также беспокоится о Фериде. Фериде сошла с ума от решения Атифа о разводе. Узнав, что Саваш запустит сериал «Ностальгия», Неслихан превращает эту ситуацию в возможность и сообщает эту новость Айшен. Айшен в очередной раз был ранен Савашем. Айшен и Саваш снова лицом к лицу. Пока Юфтаде сталкивается с фактами, с которыми сталкивается между строк, его боль усиливается еще больше из-за крика Фериде о помощи. Юфтаде, прибежавший на крик Фериде о помощи при поддержке Фатиха, полон решимости не выпускать Фериде из поля зрения, когда дневники попадают в руки Юфтаде. Напряжение между Юфтаде и Атой нарастает. Сурея устала от того, что ее трясет от любви к Фатиху, и пытается встать. Неслихан тщательно выполняет свой план мести, ему удается найти себе место в компании Айшена, и Айшен снова выступает против Саваша за Ату. На этот раз действия Саваша будут жесткими, Саваш поражает Айшен из места, которого он никогда не ожидал. Пока Саваш пытается силой своего гнева избавиться от любовных руин, созданных Айшаном, он оставляет Айшен и Ату наедине с последствиями, которые необходимо принять. Тяжелые дни для Катипуглу. Заявление Атифа о том, что Фериде беременна, приводит Ату и Фериде к опасному решению. Решение Фериде вызывает в семье Катипуглу разные голоса. В то время как решение Фериде уйти из дома вбивает клин между Атой и Юфтаде, Фериде тянет к жизни, которую она никогда не знала и никогда не знала. Несмотря на признание Саваса «Я люблю тебя», Айшен застряла между своим разумом и сердцем, потому что она думает. Ее используют. В этот момент Саваш начинает расплачиваться за свои ошибки, когда влюбляется в Айшен. Несмотря на то, что Айшен хочет верить в Саваша, она не может этого сделать. Побег Сурей из больницы потрясает особня Катамана. Эта новость, которая объединяет Саваса и Фатиха, вернет двух старых друзей в былые времена. В то время как Ата борется с дискомфортом, связанным с невозможностью сохранить свою семью, он становится более напряженным из-за давления со стороны окружающих и начинает сдаваться. Подвергнуть сомнению его отцовство, Ата Катипуглу вступает на путь, конца которого он не видит. Но Ата не единственный человек, который вступает на путь, которому не видно конца. Воды не успокаиваются. Любовь Айшен и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшена к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшена. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшен, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и поразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшен с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни Катипоблу, ни Атаманам дела до сих пор не идут. Любовь Айшен и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшена к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшена. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшен, Нислихан клянется отомстить. Для Нислихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Нислихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались.